Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! Доброе утро! Они доверили, что собранные до восхода солнца роса и дождевая вода могут снять порчу и избавить от глазных болезней. В этот день одиноким советовали обтереть область сердца, собранной напрокло росой, и попросить снять венец безбрачия. После такого обряда очень скоро произойдет встреча со второй половинкой. Собирали в этот день ранние сорта яблок, а также приступали к сбору озимой ржи. Категорически запрещено 25 июля заключать финансовые сделки. Деловые переговоры тоже под запретом. Сосредоточьтесь на уже начатых делах. Они точно увенчаются успехом. Благодаря народным приметам люди пытались понять, какой будет дальнейшая погода. Грибы появились в лесу к похолоданию. Если ночью нет росы, а в низинах тумана не видно, будет ненастье. А если ночная роса не просохла, жди грозу. Сегодня, 25 июля, свой профессиональный праздник отмечает Речная полиция России. Дата выбрана не случайно и имеет символическое значение. Она посвящена подписанию декрета Совета народных комиссаров от 25 июля 1918 года об учреждении речной милиции. С этого момента начинается история речной полиции в России. Впервые же в структуре российских правоохранительных органов речная полиция появилась во второй половине XIX века. Проект о создании отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. Цель праздника — поблагодарить служащих, которые обеспечивают безопасность на речном транспорте, подчеркнуть важность структуры, ее вклады в поддержание безопасности жизни, здоровья людей и защиту имущества. Чем же занимается речная полиция? Служащие реагируют на обращения граждан, ведут профилактическую работу, расследуют правонарушения, выезжают на происшествия. Речная полиция патрулирует акватории водных артерий, консультирует людей, оформляет происшествия, ведет работу с браконьерами. В ряды подразделения можно попасть после получения профильного образования в учебных заведениях МВД. Силовики должны уметь обращаться с оружием, управлять транспортом, знать право, иметь физическую подготовку. В свой профессиональный праздник все сотрудники речной полиции получают поздравления от коллег и руководства, а лучшим из них вручаются государственные и ведомственные награды. С праздником и благодарим за вашу работу! Елена Александровна, здравствуйте! Простите. Все родители переживают, когда у них часто болеют дети. А как же закалить ребенка, чтобы он болел? Ну, совсем не болел, может быть, невозможно, но намного меньше. Начинают закаливать с самого младенчества, но при этом надо помнить, что нет противопоказаний в состоянии ребенка. Существует закаливание водой, закаливание воздухом, закаливание солнцем. Но закаливание воздухом начинается с того, что прежде всего перестать котать ребенка. Проветривать комнату, в которой находится ребенок. При переодевании оставлять малыша галышом на 1-2 минуты с постепенным увеличением этого времени. Регулярные прогулки на свежем воздухе в любое время года. Закаливание водой – это начинают с рождения умывать ребенка, при этом снижать температуру постепенно. Точно так же проделывается и обтирание. Закаливание солнцем сводится к тому, что солнце – это активный стимулятор иммунитета и выработки витамина D. Но надо помнить, что детям маленьким, малышам с раннего возраста требуется находиться в рассеянных лучах солнца. Перечень закаливающих процедур, конечно, зависит от возраста ребенка. Но они все подчиняются определенным правилам. Количество процедур, продолжительность наращивается медленно. И самое основное – это регулярность, залог успеха. То есть ежедневно нужно проводить закаливающие процедуры. Многие стараются летом отвезти ребенка на море, чтобы он там надышался морским воздухом, накупался и приехал оттуда здоровым. И все-таки, ну, часто слышала, что медики говорят, что две недели на море – большой погоды не играет. Что лучше для ребенка – на две недели поехать на море или все лето провести у бабушки в деревне? Ну, лето, конечно, прекрасное время года, когда все солнечно, зелено, и хочется в семье поехать за пределы или на море. Но, конечно, куда отправить детей решают родители, и многое зависит от их возможностей. В деревне, где воздух свежий, чистый, тишина, все это благотворно влияет на здоровье, на сон ребенка, общение с близкими, друзьями, плавание в водоемах, которые находятся в деревенской местности. Опять же, натуральные продукты, так называемые деревенские продукты – это все замечательно. Что касается поездки на море, то здесь тоже есть свои плюсы. То есть морская вода обладает мощным лечебным эффектом для детей, особенно тех, которые страдают кожными и лорозаболеваниями. Но прежде чем подумать об этом, надо знать, что в оздоровителе была такая поездка, необходимо на море быть не меньше трех недель. И помните, что существует акклиматизационный синдром. То есть есть риск подъема температуры, нарушения сна, нарушения системы пищеварения и желудка. А с какими, вот вы уже перечисляли, можете еще рассказать, да, с какими диагнозами лучше ехать на море? Ну, основные диагнозы у нас – это лоропатология, носоглоточные инфекции, которые буквально у каждого ребенка могут быть, и проблемы кожи. Когда ребенок имеет атопический драматит, и, естественно, после приезда с моря кожа практически очищается полностью. Про питание давайте поговорим. Прямо летом ягоды, фрукты, родители стараются, считают, что ты наберешься витаминов. Вот действительно, если летом есть много ягод, фруктов, витамины на целый год запасаются или нет? И какой рацион питания должен быть у ребенка летом? Многие родители пытаются с раннего возраста ввести в рацион буквально те продукты, которые недопустимы. Это колбасы, конфеты, чупачупства, газированная вода, которые содержат много ароматизаторов, консервантов. И эти продукты просто опасны вообще всем людям, не говоря уже о детях. И, естественно, они ни в коем образе не оказывают большой пользы для растущего организма, а только, наоборот, способствуют снижению иммунитета. Активными стимуляторами иммунитета являются антиоксиданты, витамины А, Е, С, магний, смесь и прочее. И, естественно, этими витаминами богаты, конечно, как вы сказали, свежие фрукты, овощи, зелень, ягоды. Конечно, всё это можно больше употреблять именно в летний период, причём неограниченно, если нет противопоказаний. Это будет способствовать более эффективному и правильному питанию детей. Поэтому кушайте каждый день, употребляйте эти фрукты, овощи, набирайте силы и здоровье. Мы много уже говорили о всяких серьёзных вещах. Пришло время поговорить о игрушечных. Детская игрушка была и остаётся зеркалом социума. Она отражает и время создания, и культуру, и уровень образованности общества. Меняясь на протяжении столетий, она не утрачивает своего важного, часто совсем не игрушечного значения. Исконно русская игрушка чаще всего была резной и напоминала маленькую деревянную скульптуру. Навыки по её созданию передавались из поколения в поколение. Так формировался народный промысел. Первые потешки появились на Руси ещё в IX веке. Их изготавливали как для собственных детей, так и на продажу. Популярная потешка наковальня тоже пришла из Древней Руси. Многие сейчас знают, как она выглядит. На концах бревна сидят деревянные фигурки кузнеца и медведя. Их можно заставить по очереди стучать молотками, перемещая основу игрушки. Другой вид динамичной русской игрушки – дергунчик. Если говорить современным языком, то это тряпичная или картонная кукла с верёвочками вместо рук. Разные части тела тоже соединялись нитками, так их можно было приводить в движение. Сегодня по принципу дергунчиков создаются куклы-марионетки. Иногда куклы использовались и в качестве оберегов. Так, например, было с крупенчиками – маленькими куколками, наполненными овсом или гречихой. И состригушками, наряженными в сарафанные платки куклами, туловище которых создавалось из обычной соломы. Пожалуй, наиболее распространённой игрушкой с древних времён был конь. Это неудивительно. Лошади всегда были в числе самых любимых домашних животных на Руси. Их воспринимали и как помощников в тяжёлой работе, и как боевых товарищей. Помимо простых деревянных лошадок создавались и настоящие произведения искусства. Конь, расписанные краской, украшенные гривой, атласом и кожей. В боевом и парадном снаряжении были и целые тройки с химщиком на облучке. Многочисленные игрушки отличались и по материалу. Их делали из глины, гипса, папье-маше. К самим фигуркам добавлялись новые элементы, например, колёсики. При Петре Первом в России стали завозить миниатюрные предметы для забавы. Посуду, предметы гардероба, украшения. Очень быстро они приобрели статус игрушек, потому что обычно всё маленькое автоматически ассоциируется с детством. Казалось бы, такое отношение к миниатюрным предметам пришло в нашу страну через пресловутое «окно в Европу». Однако, истории свидетельствуют о другом. На Руси и Издревле было принято расплачиваться с покупателем маленькими предметами, если у торговца на базаре не находилась сдача. Чаще всего заменой деньгам выступала детская посуда – игрушечные горшочки, миски, ложки. Во второй половине XVIII в начале XIX веков русская культура высшего света находилась под французским влиянием. Помимо традиционных игрушек появляются фарфоровые куклы, одетые в пышные наряды эпохи старого порядка или сдержанные платья в стиле ампир, копирующие античные облачения. Затем на смену всему французскому пришло всё немецкое. Крупные города наводнили фабричные игрушки из Германии. Качество некоторых из них оставляло желать лучшего. Это была уже не ручная работа, а производство, поставленное на поток. К счастью, создание отечественных детских игрушек, в число которых входили и куклы, не прекратилось. В 1890 году в Петербурге состоялась первая русская выставка игрушек. В СССР игрушки стали не только украшением, но и отражением некоторых событий, происходивших в стране. Особенно нравились детям фигурки солдат Красной Армии, спортсменов, полярников, лётчиков. В 50-х годах в период сельскохозяйственных реформ Хрущёва на советских ёлках сверкали игрушки в виде овощей и фруктов. Редкая ёлка обходилась без стеклянной царицы полей – кукурузы. После запуска искусственного спутника и космического полёта Юрия Гагарина дары полей на советских ёлках были вытеснены миниатюрными ракетами и фигурками космонавтов. В большинстве своём игрушки выглядели весьма реалистично и нескучно. Это касается, к примеру, фигурок автомобилей, автобусов, самолётов, а также зверей и птиц. В современности же разнообразие игрушек трудно охватить полностью. С помощью них дети могут даже научиться основам формирования финансового рынка или познакомиться с работой, например, врача. И многообразие это только ширится. А вместе с ним увеличивается и возможность детей к познанию мира через игру. И это замечательно. Овны. Чтобы вы не планировали на этот день, будьте готовы к тому, что сразу осуществить задуманное не удастся. Потребуется некоторое время, чтобы решить, как вы будете действовать. Некоторым овнам, к тому же, нужно будет заручиться поддержкой знакомых, а для этого потребуются долгие объяснения. Но причин для волнений нет. Вы наверняка добьётесь своего пусть и не сразу. Тельцы. Не всегда будет легко ладить с окружающими, но вы найдёте способ избежать серьёзного конфликта. Может огорчать, что даже близкие порой понимают вас неправильно, но всё же вы обязательно найдёте с ними общий язык. Вы добьётесь заметных успехов в работе и быстро решите какие-то важные проблемы, если будете действовать самостоятельно. Близнецы. Запланировали что-то важное? Тогда приступайте к реализации задуманного как можно раньше. Именно первая половина дня будет особенно благоприятной, подходящей для сложных дел и ответственных встреч. Во второй половине дня нужно будет уделить внимание семейным делам. Ваша помощь может потребоваться кому-то из родственников. Раки. Сохранять спокойствие будет сложнее, чем обычно. Сегодня вы будете особенно впечатлительными и ранимыми. Однако день принесёт не только волнение, но и поводы для радости. Больше всего их будет у семейных раков. Хорошо пройдут домашние праздники, но нежелательно решать финансовые вопросы, делать крупные покупки. Львы. Появится много новых идей. Скорее всего, вы не захотите откладывать их в реализацию. К тому же почти сразу найдутся люди, готовые в этом помочь. Многое получится даже лучше, чем вы ожидали. Первая половина дня будет напряжённой, а вечер пройдёт гораздо спокойнее. Он обещает приятные сюрпризы влюблённым львам. Девы. Смело беритесь за новые дела. На пути не возникнет непреодолимых преград. Вы быстро справитесь с решением трудных задач. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допустите даже незначительных ошибок. День подойдёт для общения. Вы легко поладите даже с теми, кто совсем на вас не похож. Весы. Вряд ли стоит ожидать от этого дня грандиозного прорыва в делах. Большие перемены маловероятны, но поводы для радости у вас наверняка появятся. Возможны хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека. А ещё возможны приятные события в семье. Подходящий день для того, чтобы не спеша наводить порядок. Скорпионы. День будет благоприятным для делового общения, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Договориться о совместных действиях будет легко. Вероятно, денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Чуть позже эта сумма может потребоваться для чего-то важного. Стрельцы. Сегодня вы чаще, чем обычно, будете оказываться в центре внимания и наверняка получите от этого удовольствие. Будет возможность пообщаться с людьми, о которых говорят много хорошего. Вы предпочтёте не полагаться на чужое мнение, а составить собственное впечатление. Вскоре станет ясно, что это решение было очень мудрым. Козероги. Добиться успеха в делах сегодня будет сложнее, чем обычно, но вы проявите настойчивость, благодаря которой достигнете всех своих целей. В первой половине дня дел будет особенно много, и нужно будет поторопиться, чтобы успеть всё запланированное. Вторая же окажется спокойной и приятной. Она подойдёт для общения, причём не только с близкими людьми, но и с новыми знакомыми. Водолеи. Могут неожиданно появиться новые рабочие задачи, ради решения которых вам придётся отложить всё остальное. Не исключено и нарушение каких-то профессиональных договорённостей. Но всё это не помешает вам достичь важных целей. Благодаря умению быстро принимать решения вы сможете оставить соперников далеко позади. Рыбы. Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое и сложное. Вы быстро разберётесь, как лучше действовать, найдёте кратчайший путь к цели. Правда, собственного опыта может оказаться недостаточно. Но это не беда. Рядом будут люди, с которыми можно посоветоваться. Благоприятным день будет и для того, чтобы делать покупки. Военно-историческую реконструкцию защитники Харинки посвятили памяти бойцов и офицеров 326-й краснознамённой Рословской стрелковой дивизии. Большая её часть – уроженцы Мордовии. Бойцы защищали родину в 1942-м, порой ценой собственной жизни. Отголоски тех страшных лет болью отдаются и в душах наших современников. Часть имён героев неизвестны до сих пор, но их поиски продолжаются. В веках должна жить память о каждом герое и о каждом подвиге. Но сегодня на поляне шумно и весело работают интерактивные площадки и выставки от патриотических организаций. Однако зрители пришли сюда не за сувенирами, а для того, чтобы собственными глазами заглянуть на одну из страниц истории. Голоса затихли, громкие беседы сменил шёпот, в воздухе повесло напряжение. Вот-вот что-то начнётся. На горизонте показалась вражеская техника. Война с речкой реконструкции будет участвовать немецкий мотоцикл БМВ Р-71, также 222-й лёгкий броневик, пушки различные со стороны РКК. Две пушки будут 45-ки, знаменитые, которые прошли всю войну. Ранить с таким оружием, конечно же, нельзя, но выглядит вполне убедительно. Как и взрывы и расстрел пленных. Чудовищные детали тех страшных лет на глазах у тысяч зрителей. Чтобы знали и помнили, ведь тот, кто не извлечёт урок из увиденного, рискует повторить историю. Дети не только по картинкам смотрят, по фильмам, но и сами участвуют в таких исторических моментах. То есть вот инсценировках, они реально слышат эти звуки, видят ту трагедию, которая была в нашей стране. Я думаю, что это очень полезно для детей, для подрастающих в колене, чтобы они помнили и знали, что происходило в период Великой Отечественной войны. Ну, для того, чтобы они знали, к чему стремиться, чтобы этого не было. Участники сражения – активисты клубов исторических реконструкций не только из Мордовии, но и из Татарстана, Мариэл, Чубаши, Саратовской и Ульяновской областей. Они же и предоставили костюмы и технику. В самых юных героев прошлых лет перевоплотились ребята из патриотических организаций и объединений Мордовии. Шумовое сопровождение обеспечили пиротехники. Выстрел! Выстрел! Я сам нахожусь в форме разведчика. У меня будет своё подразделение разведчика. То есть я буду встречаться с вермахтом, именно буду вести разведку и небольшой стыковочный бой. То есть состоится у меня бой с вермахтом. Тем временем, по сюжету, 326-я стрелковая дивизия всё ближе к цели. На завершающем этапе победили, конечно, красноармейцы. Им удалось прорвать наступление и захватить врага в плен. Память об их подвиге живёт. За 38 дней наши бойцы прошли 506 километров. 451 населённый пункт были им освобождены. Более тысячи немцев были уничтожены. Вот насколько эти цифры говорят о том, что насколько была война жестокая. Место для проведения реконструкции выбрано не случайно. Во времена Великой Отечественной войны здесь, в Большебрезняковском районе, близ села Николаевка, тысячи жителей нашей республики героически строили оборонительные сооружения. Сурский рубеж, все мы знаем, когда была Великая Отечественная война, в 41-м году, была поставлена задача предотвратить проникновение врага на нашу территорию. И все жители республики приняли участие в постройке этих рубежей. И сейчас наша страна проводит специальную военную операцию. К плечом к плечу наши бойцы защищают Россию от проникновения на её территорию того, что было посеяно и продолжает развиваться в дружественной нам стране. В завершении реконструкции и вознаменовании победы на поле боя прозвучали оружейные залпы. Время!